Здравствуйте, с вами канал NameDB. Каждый из вас хочется, чтобы муж любил, понимал и скучал. Да-да, даже уходя всего на пару часов из дома, чтобы он стремился побыстрее закончить все свои дела и оказался рядом с женой. Но когда один человек скучает по-другому? Ответ очевиден, когда ему его не достает. Однако, прожив энное количество лет в браке, супруги успевают так примелькаться, что с удовольствием избегают из дома при первой возможности. У вас в семье происходит именно так? Не отчаивайтесь, просто воспользуйтесь нашими советами и все изменится. Не ограничивайте его свободу. Худшее, что вы можете сделать, это привязать мужа к себе цепью. Мужчинам, как, впрочем, и женщинам, необходимо чувствовать, что их пребывание в данной семье и с данной женщиной – их добровольный выбор. Что стремление раз за разом приходить в этот дом – это его решение, а не принуждение или пресловутое чувство долга. Если же ваш благоверный всегда делает выбор в пользу друзей, коллег или рыбалки, не считаясь с интересами семьи, еще раз подумайте, а стоит ли с ним жить. Не забрасывайте сообщениями. Даже если вы далеко друг от друга, вы незримо присутствуете рядом – в смс-переписке, в телефонном режиме или в соцсетях. Подумайте, а как можно соскучиться по вам, если вы все время рядом. Сделайте усилия над собой и не звоните мужу хотя бы в течение рабочего дня. Скорее всего, он воспримет такое поведение с благодарностью. А если насторожиться, ответьте, что не хотели его отвлекать от дел. Имейте интересы вне дома У вас есть хобби? Постоянно посвящаете ему время в стенах дома – это хорошо, но дайте возможность ему соскучиться. Дайте возможность себе набраться новых впечатлений от друзей, интересных мест и захватывающих занятий. А когда вы придете домой и начнете делиться своими впечатлениями, вы можете открыть своему мужчине еще одну грань себя. И он невольно подумает, что вы – женщина-загадка. А разгадывать загадки всегда интересней, чем перечитывать старую книгу. Меняйтесь Экспериментируйте со своим образом, стилем или прической. Интересуйтесь вещами, о которых еще вчера ничего не знали. Время от времени меняйте свои привычные роли. Попробуйте сегодня быть хулиганкой, а завтра – тургеневской барышней. Определенная доля непредсказуемости не повредила еще ни одной женщине. Общайтесь с мужчинами Никто не призывает вас нарушать супружеские обеты, ни даже флиртовать, особенно если ваш муж чересчур ревнив. Однако общение с посторонними мужчинами, будь то коллеги по работе или друзья, тренирует ваши коммуникативные навыки, а заодно показывает мужу, что есть мужчины, которые без всяких неприличных намерений уважают вас за что-то – домовитость, ум или способности. Будьте для мужа интересным собеседником Шутите, интересуйтесь его делами, высказывайте свое мнение и даже спорьте. Разговоры на отвлеченные темы без бытовухи раскрывают вас как разносторонне развитого человека, с которым есть что обсудить, а по таким обычно скучают. Учитывайте его желания Есть некоторые ситуации, в которых вы поступаете как законченная эгоистка. Например, тянете мужа в поход по бутикам, хотя прекрасно знаете, что он этого терпеть не может. Или приглашаете в гости подругу, которая его раздражает, хотя спокойно могли бы встретиться с ней и в кафе. Быть может, вам стоит учитывать желания вашего мужчины. Поверьте, после того, как вы ему скажете, что решили его не тревожить, потому как прекрасно знаете, что ему не нравится слушать ваши женские сплетни, муж полюбит вас еще больше. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.